Добрый день, сегодня у нас достаточно интересный экспонат Это шейпмод кубика 33 от компании Z-Cube Называется он Egg Pig Или свиное яйцо Что тут сказать еще Мы видим изображение какой-то зверушки И по пятачку можно понять, что это поросенок Два раза Тут все на китайском Ничего полезного больше нет Поэтому сразу открываем И достаем отсюда это чудо инженерии Да, картинка не обманула Здесь такая же свиная мордочка Яйцо уже в качестве шейпмода 3х3 у нас было И оно было значительно меньше По сравнению с этим поросенком Значительно Здесь есть изображение Есть ушки Это нарисовано Это кусочки пластика Которые отлиты на этих детальках Ну и у поросенка есть ножки А еще у него есть хвостик Который очень нравится моим детям Мой сын уже неоднократно похищал Это изделие И играл с ним как-то Музыка все-таки забавная По сути, как я уже сказал Это шейпмод 3х3 И он должен быть проще чем обычное яйцо С его псевдопаритетами Хотя здесь возможно тоже какие-то псевдопаритеты будут Ну надеюсь что нет Не перемешивал еще Хотя доставал уже неоднократно Лежит давно Все ждет своего часа Ну вот дождалось В чем разница с обычным яйцом Обычный эгггуб вот так вот сдвигается немножко наискосок И из-за этого как-то сильно усложняет процесс сборки Хотя, ну, все уже собирается Здесь же все перпендикулярно Центры очень похожи на симметричные На обычном яйце Любой поворот вот этих центров на 90 градусов Приводит к выступающим частям Здесь все похоже на симметричные Ну, кроме вот этого пятачка Поэтому с этого пятачка, наверное, стоит и начинать Мы сейчас перемешаем эту головоломку И это реально будет первая моя сборка Этого поросенка И надеюсь мы его соберем Внутри что-то звенит Наверное, какой-то запасной хвостик Не знаю Корвать пока не будем По строению видим, что сделано более-менее качественно Никаких здесь пустот видимых нет Пока что хвостик мотается Все хорошо Так, ну, прежде чем его перемешать Давайте запомним, как он выглядел То есть вот морда Это брови, глаза, рот, пятачок Ну, как под ковкой вниз должен быть Ну, и четыре ножки В общем, ножки, я так понимаю, они одинаковые А раз ножки одинаковые То это приведет к псевдо-паритету Все, вот я поменял Наверное, отправил назад И ножки все равно стоят Как будто тут и были Ну, будем это иметь в виду В случае чего их может быть менять местами Перемешиваем Ну, и тут понимаем, что поросенок меняет свою форму При перемешивании Что, в принципе, было изначально очевидно Это же все-таки шейп-мод Похожий на яйцо Ну, вот Как-то вот так Перемешали Начинать будем с пятачка Это будет центр Ну, как белый И к нему нужно Подвести четыре ребра Там были, кажется Глаза Ну, глаза Попробуем Немножко заедает Да, по-моему, в такой проекции были глаза Так Одно ухо На лбу Поросенка ничего не было Ничего не было Поэтому сюда какое-то белое ребро нужно подогнать Не такое Подлиннее Так, вроде бы похоже И здесь должен быть рот Так Ну, вот Морда Поросенка Теперь сюда нужно Пару уголков С ушами Да, давайте проверим Чтобы у нас совпадали центры А, нет Центры ориентировать нужно Судя по всему Судя по всему, да Они здесь, по-моему, как на бочке То есть слегка выгнутые В одном направлении Здесь центр подошел хорошо Здесь нет Сразу развернем Так Здесь вроде бы нормально И здесь надо развернуть Вот он, выпуклость Так Ну, крест собран Далее Вот ухо Ухо должно быть где-то здесь Попробуем извлечь И поставить Похоже ухо Вроде бы похоже Ищем еще одно Ну и заодно поставим здесь какую-нибудь Ногу Так Нога встала не та Но ухо достали Так Я где-то ухо потерял А, вот ухо Угу Я просто заметил, что это ухо вместе с этим ребром хорошо смотрится Решил загнать их парой Так Уши есть И сюда теперь нужно ножки Но их правильно ориентировать Для этого Возьмем, наверное Вот эту ножку И вот эту Так Вот Первый слой У нас готов Вроде свиная мордочка была такая Дальше пробуем собирать второй слой Для этого нам потребуются, видимо Какие-то похожие Элементы Так Вот этот элемент похож Его поставим вот сюда Так Здесь есть Вот этот Хорошо сюда ставится Так И еще один вот сюда Ну мы уже видим, что вот эти вот длинные элементы Они будут принадлежать верхнему слою Вот эти, которые покороче среднему Проверим, симметричны ли они Нет, они не симметричны Значит Псевдо Овел паритета Здесь быть Не должно Так Собрано Два слоя Продолжаем дальше Видим, что здесь палка Ориентируем Ребра И ребра Сразу стоят на своих местах Да А здесь получается, что вот эти вот противоположные Они одинаковые Да То есть два вот этих ребра одинаковые И два вот этих С этим их не перепутать Ну разве что вот с этим То есть вот это Вот это И вот это ребра одинаковые И те уже с иллюстрациями Но остается теперь Расставить углы по местам А они стоят на местах То есть вот ножки И вот этот угол Ну развернем их простыми пиф-пафами Не разворачивается А это значит Пришел псевдо паритет То есть нам придется Вот эти вот ножки Менять местами Поскольку здесь вот мы провернули Шесть пиф-пафов Оно все равно Этот элемент все равно Своё положение Исходное не принял Этот мы наверное развернем Вот эти два поменять нужно Но их просто между собой Поменять не получится Придется что-то задействовать А задействовать мы можем Ну к примеру Какую-то вот такую ножку Для этого мы можем Сейчас попробую сделать Вот здесь три пиф-пафа И у нас вот эти два уголка Поменялись местами При этом ребра Никак не нарушились И как-то переставились уголки Ну и теперь мы Попробуем все расставить По своим местам Мы видим что вот этот угол На своем месте Этот на своем А нет Этот угол не на своем месте То есть нужно переставлять Переставим как-нибудь Так Вот у нас одна ножка Уже хорошо стоит А значит вот эта тоже Должна встать хорошо Ну и сейчас развернем Снизу Таких уголков нет А значит проблем Быть не должно Разворачиваем Обычными пиф-пафами Двух хватило Подворачиваем следующий Ну и вот Благодаря тому что Здесь Есть похожие элементы А вернее одинаковые Возникает псевдополитет Который можно соответственно Решить Поменяв вот эти ножки Да Вернем свинки ножки На нужное место Так она будет стоять Устойчивее Здесь есть Одинаковые элементы Это вот эти вот Ребра И вот эти ребра Вот эти ножки Тоже Одинаковые Ну вот это с этой Одинаково И вот это с этой Это вызывает Псевдополитеты И возможно Что-то здесь будет еще Надо будет Пособирать Посмотреть Выявить Все Ну головоломка Само по себе Они сложные Кубик 3х3 Поэтому Если у кого-то Есть дети И им уже скучно Собирать Обычную трешку То это Таки Неплохой Вариант Не развлечет И можно поиграть И пособирать И узнать Что такое Псевдополитеты Вращается В принципе Терпимо Для шейпмода А тем более Для шейпмода Который Ну в виде Какого-то животного На этом у меня все Всем спасибо Всем пока